В наше время засилие гаремников, всяких хэйти и школоты разного пошива просто тонны. И любое аниме, что выбивается из этих популярных категорий, как по мне, заслуживает пристального внимания. Не всегда они хорошие, но шанс довольно этого велик. 91 день по превьюшкам, описанию и прочему тянул на такой вот нестандарт, а для моего вкуса и канала это тот еще хлеб. Давайте же посмотрим, достойно ли внимания сие аниме. Как обычно, предупреждаю, что не стоит путать кислое с длинным и рассчитывать данное видео как обзор. Это лишь мнение по первой серии, не более. Приступим. Стилистика Америки времен сухого закона, а значит романтика гангстерская, томмиганы, подпольные игры, а мертам мафиозные семьи с их постоянной войной за территорию. Жду неимоверно Аль Капон или каких-то других отсылок на реальные события тех времен и мест. С местом и временем действия просто в десяточку попали. Как раз чего-то такого в последние годы выходило Архимала и вот 91 день восполнил и заполнил даже сию нишу. Глаз при просмотре не ругается, как и при просмотре других сейчас выходящих аниме в принципе. Создатели дюрерары в своем репертуаре. У них всегда хорошо выходит ваять, знаете, цельные города с проработкой зданий, машин и прочего фонового. Отчего в этот мир, ну, начинаешь верить, как будто, ну вот, они по картинам рисованы, по фотографиям тех времен и прочее. Очень доскональненько подошли к вопросу. Могу с чистой совестью сказать, что в этот раз они реально прыгнули выше головы. Очень все хорошо, еще бы вот музыка получше была или что-нибудь джазово в стиле вот тех времен, блюза. И вот тогда бы получилась бы просто конфетка, настоящая прям атмосфера прям была совсем. А так есть, но вот не довертели, чуть-чуть не довертели. Отменный шок. Это отменная бухлишка. Экшона в пилоте маловато, так что в полной мере о нем судить тоже рновато. Посмотрим по следующим сериям. Пока что весь акцент делается немного не на нем, и это даже хорошо. Не выдержал и глянул в озвучке фо-аниме. И на удивление, знаете, неплохо. Первый мой опыт был этой артели озвуческой, так что неплохо они свояли. Почему взялись за такой сложный проект? Прям вожуха. Плюс у них авторский перевод с бодягой и прочими атмосферными словечками, которые просто, ну, отлично ложатся на русское ухо, на наш русский менталитет и понимание, что там происходило. Правда, слышать незнакомые голоса было немного непривычно, да и дело вкуса это, в принципе. Просто сильно ждал, поэтому особо выбирать не приходилось. А так, уже есть варианты с кучей одноголосок, кому какое нравится, и пресловутые они даб, что снова сработал на отлично, так что даже в нем можно посмотреть легко. В итоге вырисовывается атмосферная гангстерская история про месть, с вменяемыми в основном персонажами, пока что серьезной до нельзя истории, что тоже хорошо, где пока что ровно один промах с бесноватым ковбоем в первой серии, но его пропустить нельзя было. Что мне лично напомнил вообще всех персонажей из Бакана, но в шумихе весь мир и все действующие лица были повернуты до нельзя. И там это был осознанный выбор автора и вписывался в понимание этого мира. А здесь он пока что повторюсь один, и надеюсь больше таких не будет. А то и правда как ложка дегтя смотрится, ну честно. И это обидно, ибо все остальное очень хорошо, и посмотреть вторую серию сразу же очень хочется. Пропускать, короче, никак нельзя. Вырисовывается одно из лучших аниме этого года. Будем поглядеть. Как-то так. Надеюсь, видос заслужил лайка, подписки и репоста куда вам там удобнее. На этом все. Всем пока и спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok